Сегодня, ребята, у нас новинка. Это новая колонка для вечеринок от Defender Boomer 50. Здесь можно на коробке увидеть, что у неё есть ТВС, ну это спаривать колонки, Bluetooth 5.0, 50 Вт, ёмкость аккумулятора 3600 мАч, тоже стандартная схема, это 4 аккумулятора 18650, соединённые последовательно. AUX, USB, FM, microSD, MP3 и, что немаловажно, зарядка от Type-C. То есть здесь можно увеличить ёмкость, подсоединив Powerbank прямо к колонке, и она тогда будет играть не 4-5 часов, как заявлено, а на целый день вам точно хватит. Вот делаю крупным планом надписи на коробке, где указаны все характеристики, можете при желании поставить на паузу и ознакомиться. Но ни на коробке, ни в инструкции нет информации о том, что здесь установлен DSP-процессор. Этот процессор действительно работает, он улучшает качество звука. Вот информация о нём есть только на сайте. А вот так выглядит колонка после распаковки. Да, я её уже распаковал, да, я уже потестировал её, и есть о чём рассказать, потому что это не просто урезанная версия большой колонки, которая в два раза меньше. И у неё вместо двух динамиков в 6,5 дюймов один, и также один полуторадюймовый твиттер. Вес колонки 3,2 кг. В комплектацию входит, собственно, сама колонка, упаковка и Type-C кабель. Аукс кабеля нету. Но он здесь понадобится, если вы захотите слушать радио, потому что полноценной антенны внутри нет. И самостоятельно колонка достаточно посредственно ловит FM радиостанции. Поэтому здесь подключаем назад АУК кабель и пользуемся им как антенной. Честно говоря, не знаю, почему не поместили нормальную антенну в эту колонку. Но должна же она поместиться, потому что есть маленькие Bluetooth-колонки, в которых это полноценная антенна. Ну, скорее всего, там четвертьволновые антенны присутствуют. Не знаю, но об этом известно, скорее всего, производителям. Сейчас пошла такая тенденция, что многие производители пульт в колонки не кладут. И это не стало исключением. В комплектацию пульт сюда не входит. Колоночка у нас достаточно бюджетная и стоит примерно 6,5 тысяч рублей. Обзоров на нее на YouTube я еще пока не видел, поэтому буду один из первых. Давайте все-таки закончим с ее внешним видом. Сверху у нас нету регулировки, стандартной регулировки громкости в виде кольца. Все сделано как на маленькие колонки в виде кнопочек. Слева у нас переключение эквалайзера. Работает по Bluetooth. При радиоприемнике не работает эквалайзер. Кнопка TVS. Клавиша переключения громкости, либо они же отвечают за переключение радиостанций в FM-режиме. Включение-выключение и пауза и play. По центру дисплей справа у нас кнопки для управления микрофоном. Это эхо и громкость. А также переключение режимов и подсветка. Сзади у нас фазоинвертор. Вход для микрофона 6,3. Выход AUX. TF, USB и питание Type-C. Включаем. По умолчанию включается у нас Bluetooth режим. Если транслировать звук с телефона, здесь для него есть площадка. Можно удобно поставить телефон, и он у вас не будет соскальзывать. Переключим эквалайзер. Попереключаем подсветку. Здесь несколько режимов. Стационарный, крутящийся, другого цвета крутящийся, крутящийся по-другому. Если присмотреться внимательно через сеточку, то мы увидим динамик, а точнее его подвес. И здесь он достаточно широкий. Значит, будет бас. Все эстрадные динамики имеют узкий, достаточно узкий подвес. Они громко играют, но баса вы от них не дождетесь. И здесь есть все время качели. Либо громкий звук и отсутствие баса, либо звук менее громкий, но бас есть. Здесь вот больше в сторону баса. Однако 50 ватт позволяет его слушать достаточно громко. И на садовом участке, например, 6 соток на улице вам этой колонки хватит. Звук, конечно же, мы сейчас послушаем. Сравним эту колонку с другой колонкой. Это 78 модель. Все то же самое, только в два раза больше. 6,5 дюймовые динамики 2. И твиттеры тоже 2. Здесь суммарная мощность 60 ватт. Однако хочу сказать, сколько раз я бы не записывал звук и потом не прослушал бы этот звук у себя в наушниках. Сильное искажение. Вживую звук один, а вы слышите его совсем другой. Потому что микрофон записывает у него тоже определенные частоты. Где-то в резонанс входят наушники, у них свои частоты. И получается такое переверание. Но по-другому вы не услышите, как она играет. Поэтому другого варианта у нас нет. Сравним эту колонку с другой G78, которую я только что показывал. Звук поставим на 50%. И проиграем одни и те же композиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Снова повторюсь. Звук, который вы сейчас слышали, в полной мере не отражает звук этой новинки. У нее действительно глубокий бас. Он не такой звонкий, как на G78. Чуть менее громкий. Но ощущение, знаете, такое, как будто стоит в автомобиле сабвуфер и закрыт багажник. То есть к обычному звучанию такой вот прибавляется бас, который откуда-то вырывается. Это достаточно интересный звук. Многим, я думаю, он понравится, потому что в основном у нас любят бас, нежели средние частоты. И благодаря, наверное, процессору и широкому подвесу на динамике этот звук мы здесь получаем. Стоит учесть, что колонку эту лучше слушать на громкости в 70-80% от максимума. Потому что бас начинает у нас не успевать за многими частотами и появляется хрипота. Давайте я вам сейчас это продемонстрирую на 100% громкости. Ее включим и вместе послушаем. Я попытался наиболее объективно рассказать об этой колонке. Не нахваливая лишний раз, не рекламируя ни в коем случае ничего. Выявил все плюсы и минусы. Подведу итоги. Плюс это интересный звук, глубокий бас. Минусы вот скорее всего по мелочи. Мне, допустим, не хватает пульта. Кому-то на него абсолютно наплевать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова